МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стратегия развития Арктики ускорит решение различных проблем в арктических регионах, в том числе связанных с экономикой, транспортной инфраструктурой, освоением шельфа. Закон очень важен и нужен, так как, несмотря на существование многих документов по Арктике, прежде всего, основ государственной политики в Арктике и стратегии развития арктической зоны правовых механизмов их реализации не существует. Разработана госпрограмма развития Арктики, но у нее нет собственного наполнения. Грубо говоря, она посвящена управленческим вопросам, а не решению арктических проблем. Заявил глава экспертного совета по Арктике и Антарктике Совета Федерации, сенатор от Якутии Вячеслав Штыров. Законопроект Совета Федерации определяет порядок взаимодействия и координации принятия решений органами государственной власти субъектов России, территории которых полностью или частично включены в состав арктической зоны, по вопросам реализации мероприятий стратегии развития арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период 2020 года и государственной программы развития арктической зоны России. Также законом вводятся правовые механизмы, позволяющие включить хозяйственный и культурный потенциал коренных малочисленных народов Севера в процессы устойчивого развития Российской Арктики. Госсовет Республики Коми внес в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести отсрочку от службы в армии для врачей, работающих в сельских населенных пунктах, расположенных в районах Крайнего Севера. Депутаты Госсовета Коми указывают в пояснительной записке к своему законопроекту, что на практике складывается ситуация, когда в сельских населенных пунктах, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеет место недостаточная укомплектованность медицинскими кадрами с высшим медицинским образованием, либо отсутствие врачей, в том числе по причине призыва после окончания учебы молодых специалистов с высшим медицинским образованием на военную службу. Авторы закона уверены, что предоставление отсрочки таким врачам на время работы будет содействовать реализация права жителей населенных пунктов Крайнего Севера на получение квалифицированной медицинской помощи и позволит закрепить на месте медиков с высшим образованием. Компания «Псков Авиа» подписала соглашение с Домодедово о введении дешевых сквозных билетов до конечной точки маршрута по спецтарифу. Благодаря многостороннему соглашению, пассажиры авиакомпании «Псков Авиа», следуя через Домодедово, могут приобретать единый авиабилет до конечной точки маршрута по недорогому тарифу с 18 авиакомпаниями, в том числе международными. В планах на июнь-июль 2015 года подписать подобное соглашение с аэропортом Пулково. Маршрутный лист компаний включает рейсы из северной столицы во Владимир, Курск, Вологду, Апатиты, Брянск, Котлас, из Архангельска в Наринмар, на Соловки, в Амдер, Маусинске, Мурманск. Пассажир сможет воспользоваться единым билетом «Псков Авиа» и другого авиаперевозчика с учетом удобной стыковки. Такой авиабилет обойдется пассажиру значительно дешевле. Как минимум, не придется дважды платить агентские сборы, как при покупке двух авиабилетов на две разные авиакомпании. Индиго в перспективе может стать одной из опорных точек Северного морского пути. Об этом губернатор НАУ Игорь Кошин заявил в интервью в парламентской газете. Говоря о полноценной и эффективной работе Северного морского пути, необходимо знать, что в Ненецком округе есть бухта Индиго. До ее берегов в Баренцевом море дотягивается влияние теплого гольф-стрима. Поэтому большую часть года бухта не замерзает, а ее глубины позволяют принимать крупнотоннажные суда. Также губернатор Ненецкого автономного округа отметил, что в освоении Северного морского пути сегодня существуют определенные проблемы. В их числе он назвал необходимость наращивания потенциала мощного ледокольного флота и отсутствия современных северных портов. Сейчас на Ямале строится порт Сабетта, он станет важнейшей частью Севморпути. Но западнее Сабетта работает, по сути, только один глубоководный порт, способный принимать крупнотоннажные суда. Это Мурманск, напомнил губернатор. С учетом этого фактора порт Виндиги мог бы стать одной из опорных точек Северного морского пути. Вопрос строительства порта Виндиги поднимался неоднократно еще в 20 веке. Упоминание об этом можно найти еще в 1914 году. Однако проекту препятствовало отсутствие инфраструктуры и финансовых средств. Сейчас строительство морского порта Виндиги входит в стратегию развития Ненецкого автономного округа. Ожидается, что морской порт в незамерзающей губе Индига в юго-восточной части Баренцева моря сможет принимать крупнотоннажные суда дедвейтом от 150 до 300 тысяч тонн. Строительство Виндиги стационарного нефтяного терминала позволит ежегодно отгружать на экспорт до 30 миллионов тонн нефти. Через порт Виндиги планируется транспортировать продукцию будущего завода СПГ, который собираются строить в Индиге компании Роснефть и группы Алтек. Ресурсной базой для завода станут Кумжинская и Коровинская газоконденсатные месторождения. В проект развития территории входит также строительство железной дороги Сосногорск-Индига, по которому к порту будут доставляться грузы. Недропользователи Ненецкого автономного округа готовы участвовать в ремонте участка автодороги Хорягинский-Усинск. В бюджете округа заложены 150 миллионов рублей на восстановление 5 километров трассы, где планируется этим летом перекладка железнобетонных плит. Ремонт предполагается завершить в октябре, однако восстановление требует гораздо больший участок – 33 километра с расположенным на нем 11 мостовыми перекрытиями. Это совсем другой порядок расходов. 52 миллиона рублей стоят только проектные работы по капремонту мостовых сооружений и 2,5 миллиарда непосредственно сами ремонтные работы. Эта дорога необходима прежде всего нашим нефтяникам, так как связывает южные месторождения округа с республикой Коми, делая смену вахт проще и дешевле. Поэтому логично, что ремонт должен идти за счет недропользователей. По словам главы региона, дорога носит в большей степени промышленный, а не социальный характер. Без помощи недропользователей в ремонте и содержании нам не обойтись. Нефтяники поддержали главу региона и высказали намерение участвовать в ремонте. Дорога, связывающая Хариягинское месторождение на территории Нао и город Усинск в Коми, является частью строящейся дороги на Ринмар-Усинск. Участок Харияга-Усинск является единственным круглогодично действующим участком трассы. Остальная дорога работает в режиме зимника, когда по временной укатанной зимней трассе грузовые и легковые автомобили могут добираться из соседней республики в Наринмар. Дорога на Ринмар-Усинск строится с конца 80-х годов прошлого века и будет первой автомобильной трассой, которая свяжет Нао с другим субъектным федерацией. Недостроенными остаются 83 километра дороги со стороны Неницкого округа. Однако, как сообщают дорожники, ремонт и реконструкция требует уже и построенный участок. Научно-экспедиционное судно Михаил Сомов вышло в первый в текущем году завозной рейс. В течение 50 суток на труднодоступные станции в Белом, Баренцевом и Карском морях будут доставлены запасы продовольствия и ГСМ. В целом планируется произвести снабжение 36 труднодоступных станций. Судно везет смену полярников. В период рейса будет обновлено программное обеспечение автоматизированных метеорологических комплексов, а также автоматизированных метеостанций. Специалисты отдела энергетики Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды произведут ремонт энергооборудования на станциях. Кроме того, планируется организовать обучение механиков. На судне Михаил Сомов будут завезены строительные материалы и бригады рабочих для ремонта служебных зданий. В 2015 году планируется капитальный ремонт служебных зданий и дизельных систем отопления. Высокая степень деградации подводной арктической мерзлоты говорит о возможности катастрофического глобального потепления на Земле. К таким выводам пришли томские ученые. Исследователи отмечают, что сибирский арктический шельф является источником парниковых газов планетарной значимости. Восточная Арктика выбрасывает в атмосферу столько же метана, сколько и весь остальной мировой океан. Ученые обнаружили более 500 аномальных полей выбросов метана, которые могут значительно повлиять на климат Земли. Томские специалисты вместе с коллегами по проекту разработали 4 сценария развития событий. По самому жесткому из них, который исследователи назвали катастрофическим, примерно 3-5% предполагаемых запасов гидратов может выброситься в атмосферу в течение 10 лет. По предварительным оценкам, на борьбу с последствиями такого развития событий потребуется 70 триллионов долларов. Продолжение следует...